Роль Ивановцев в Великой Победе сложно недооценить. С первых дней войны наши земляки активно включились во всеобщее сопротивление. За пять лет добровольно и по мобилизации из региона ушли на фронт около 70 тысяч человек. 27 тысяч из них домой не вернулись. Такова была цена победы от нашей области. В перечне героев Советского Союза 158 ивановцев. Осенью 1941 года фашисты совсем близко подошли к границам региона. Иваново и прилегающие районы были объявлены тыловыми. В городе появились многочисленные бомбоубежища, во дворах сооружали укрытия, границы края укрепили дотами, дзотами и противотанковыми ежами. Один раз на территорию города даже сбрасывали бомбы. Все мужчины и женщины от 16 до 60 лет прошли обучение правилам противопожарной и противохимической обороны. На случай налетов вражеской авиации в городских районах и при крупных жилых домах были созданы боевые группы. Все мужчины от 16 до 50 лет, не попавшие на фронт, обязаны были носить оружие. В регионе развернулась сеть эвакуационных пунктов и госпиталей. Совершали наши земляки и трудовые подвиги. Только один меланжевый комбинат выпустил за годы войны 100 миллионов метров тканей, из которых можно было пошить форму на 12 миллионов бойцов. Ивановская область сыграла свою большую, незаметную, но очень важную роль. Это город Труженик, город, который без тыла не бывает победы на фронтах. 38 тысяч ивановцев были награждены медалью за самоотверженные труды Великой Отечественной войны. Так что вот тыл, фронт, все сплелось, и мы можем гордиться, что у нас и полководцы были, и замечательные фронтовики. Герои военного и мирного времени. Накануне праздника победы сотрудники Главного управления МЧС России по Ивановской области навестили прославленного ветерана и первого начальника областного штаба гражданской обороны Александра Яковлевича Роговенко. Наша история. Он длительное время возглавлял гражданскую оборону Ивановской области, когда был Советский Союз. Мы, как говорится, его преемники, его ученики. И вот в канун этого 9 мая мне посчастливилась приятная такая миссия. Поздравить его. Ну что пожелать ветерану, которому исполняется 98 лет. Начало войны Александр Яковлевич встретил лейтенантом, только-только закончившим Ленинградское военное училище. Молодой офицер вместе с воинской частью защищал Мурманск от врагов. Там же в конце июля 1941 Александр Яковлевич был впервые ранен. Ну и война шла, война шла, мы старались как есть. Противник нет. А я как-то к вечеру хотел проверить, что тут к чему, и мне бах в правую ногу. Разрывное поле. Спасибо. Кому вы думаете? К немецкому снайперу. Он стрелять не умеет. Он целился грузить. Всего Александр Яковлевич получил 4 ранения. Два из них тяжелые. На его счету 40 наград. В том числе орден боевого красного знамени, два ордена Отечественной войны, два красной звезды, медаль за отвагу и за боевые заслуги. Александр Яковлевич прошел всю Великую Отечественную войну на передовой. Участвовал в Курской битве и сражении за освобождение Ленинграда. День победы, рассказывает Александр Яковлевич, помнит как сейчас. Встаем на утро. Ребята танцуют. Что такое? Конец войны! Подписали приказ к капитуляции. Ну вы не представляете, что представляла Москва. Ведь голод, холод. А у меня уже эти ордена вылили самые. Я вышел, меня обнимают. Даже рюмку давай, некоторые ребята, давай выпьем. Я говорю, да нет, нет. Вот такое. Ну что-то творилось в Москве себе, вы не представляете. Ей-богу. После войны Александр Яковлевич был начальником штаба гражданской обороны Ивановской области. И на пенсии ветеран ведет активный образ жизни. У него много увлечений. Любит прогулки, политические дискуссии. Большой ценитель кофе. Родственники говорят, что все это помогло Александру Яковлевичу сохранить бодрость духа и ясность мысли. На дачу уже не ездит. Любит гулять на балконе. Очень сильно увлекается шахматами. У него есть приятель, который к нему регулярно приходит. И они вместе играют в шахматы. Внук также ему. Ну, правнук, не внук. Уже внуки у нас уже большие все. А правнуки, они тоже приходят, с ним играют в шахматы. Это, наверное, сейчас будет самое любимое его увлечение. Внучка ветерана надеется, что 9 мая сможет пройти под руку со своим дедом на торжественном параде. А пока бравый вояка находится в приятном ожидании и выбирает, в каком кителе пойти на самый важный для него праздник. Мария Папова, Антон Осипов, РТВ Иваново.